Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут, не буду назвать имя, это не имеет значения, не замужем, детей нет. Живу с мамой, родители давно в разводе. В 8 месяцев назад познакомилась с мужчиной в интернете, он старше меня на 8 лет. Обдавел полтора года назад, есть дети от первого брака. Так получилось, что у меня это первый опыт серьезных отношений, для этого только незначительные влюбленности и встречи без продолжения. Помимо звонков и смс, мы стали встречаться в среднем 1 раз в неделю. Сложно сказать, что Шимон меня привлек. Внешне не в моем вкусе, вообще не бывает скучно. Когда мы стали встречаться на его территории, заметилось, что начала разочаровываться. Например, неразлив быту, забывчив, ленив, обещает, но не всегда делает. Объясняет это тем, что после смерти жены перестал обращать внимание на эти мелочи. Ему было все равно. Еще у него финансовые трудности, нет своего жилья, кредит, задержка зарплаты, ремонт машины. Хоть я не считаю себя меркантильным, но материальная сторона жизни для меня важна. Он все это напрягает, дает мне уверенность. Когда мы вместе, мне нравится, как он обнимает, целует, говорит, что любит, хочет быть со мной. И мне хорошо от этого. Непроизвольно хочется делать ему приятное, заботиться. Во многом мы похожи с ним вкусами, предпочтениями, отношениями к чему-то. И в целом он хороший человек. Но сама я не могу сказать, что люблю, поскольку не уверена, что испытываю подобные чувства. Даже когда он говорит, что скучает по мне, ему в ответ хочется слышать то же самое. А мне иногда приходится говорить неправду, чтобы не обидеть. Когда предлагаю встретиться, то не всегда есть желание увидеться. Вообще, дайте сказать ему ласковые слова, которых он еще не ждет, и то не могу. Как будто бы внутри блога. Уже давно он предложил жить вместе. Несколько раз оставался у него на ночь, но полноценных интимных отношений еще не было. В моем понимании, секс без любви, грубо говоря, развращает душу. Еще и потому я сомневаюсь и думаю, что у него только страсть и желание удовлетворить ее. Хотя он говорит, что не может жить один, хочет любить и быть любимым, и отношения, жалости ему не нужны. Есть еще одна причина, почему я не могу определиться, в чьих двух мы уже встречались в четыре месяца, когда в моей жизни появился второй мужчина. Мой ровесник в разводе и есть дети. Материально обеспечен, внешне приятен. Просто вообще не сказал сделал. В общем, полная противоположность первому. После месяца общения мне все-таки пришлось прекратить встречи, потому что не могла вот так на два фронта. Было совестно. Истинные причины расставания ему не сказала. Осталась первым мужчиной. Но в тот момент я посчитала... Так, немножечко сбился. Сейчас, секундочку, найду. На тот момент я посчитала это правильным решением, но не перестала думать о втором. Чем-то он меня тоже зацепил, даже жалела, что отказала в общении. Но сейчас второй мужчина снова объявился, и я понимаю, что начала запутываться. С первым мы практически сроднились. Я оставил его сейчас, значит, взял боль не только ему, но и себе, почти предательство, хоть он и знает о моей неуверенности в чувствах к нему. Со вторым мало общались, но думаю, что в некоторых моментах он мне больше подходит, так сказать, более выгодная партия. Он хочет продолжить общение, и я невольно начала сравнивать их. Сейчас чувствую какую-то пустоту в душе по отношению к первому мужчине. Подскажите, как разобраться в себе и чего хочу в отношениях. Стоит ли действительно пожить с первым мужчиной, чтобы понять, какие у меня чувства, если они вообще всегда сомневаются в своих решениях и избегают рисковать. Ну а чем ваш вопрос? Ваш вопрос о том, что вы не доверяете себе и нуждаетесь в защите. Ваш вопрос про то, что вы неуверенны в себе и обесцениваете, вы боитесь ошибки. Ваш вопрос про то, что вы окружили себя концепциями, окружили себя некими стереотипами, стереотипами, говоря о том, что этот мужчина в моем или не в моем вкусе. Ваша история, она про то, что вы живете с родителями и по сути являетесь их ребенком, но не являетесь самостоятельной личностью. Пытаетесь перескочить от позиции я дочь своих родителей, в позицию я жена или женщина своего мужчины, но не чувствуется в вас, что вы воспринимаете себя как отдельную, полноценную единицу. Связано это с тем, как раз, что вы не доверяете себе и боитесь ошибиться. Вот, собственно, ваша история, это запрос на психотерапию именно этого, на психотерапию страхов, на психотерапию недоверия себе и самооценки. Когда это все будет? Скорректировано, когда это все будет? Так скажем... Исправлено, я думаю, что вам не заставит труда решить, что делать дальше. На мой взгляд, вы не будете ни с первым, ни с вторым мужчиной по причине того, что сейчас вы ищете в них то, чего не хватает вам самой. Я думаю, что... как бы это так сказать... Я думаю, что вы ремонтизируете и идеализируете отношения, в том числе и мужчин. Отсюда разочарование и такая склонность к зависимости, а также сравнению. Попытки выбрать лучшую партию, чтобы вам было хорошо. То есть, это позиция про то, что я больше как-то не нацелена на то, чтобы давать другому то, что я хочу для него делать, а больше нацелена на то, чтобы получать. Вот вы говорите, что вам приятно, когда он вас обнимает, целует и так далее, и вам непроизвольно хочется заботиться. Но обратите внимание, для вас это хочется только в ответ. Вы говорите о том, что вы говорите ему неправду, вам совестно, вы там называетесь предателем, это да и так далее. На мой взгляд, это проявление не свободы, связанное с тем, что как бы вы боитесь потерять для себя какую-то перспективу. про то, что секс без любви разрушает душу, это отдельная история, потому что одно дело, если вы в принципе не хотите заниматься сексом, там, условно говоря, без любви, там, или без обязательств, это одно дело. Но другое дело, если вам хочется, а вы себя как бы ограничиваете в этом, это уже на самом деле тоже не свободы, то есть, ну, говоря о разрушении души, да, что есть разрушение, что есть душа. Не знаю, в курсе ли вы, но если, например, люди общаются друг с другом, вот, ну, в качестве примера можно привести такой, может быть, не самый лучший пример, но тем не менее. Вот есть два человека, да, мужчина и женщина, они не являются, скажем так, романтическими партнерами, да, они являются, скажем, пусть они будут коллегами, вот они коллеги, да, они коллеги, и они коллеги, будучи коллегами, они общаются друг с другом очень тесно, потому что у них совместная деятельность, у них совместная работа. И можно предположить, что у этих людей возникнет сексуальное желание, но не друг к другу, а просто в силу естественной потребности, сексуальная потребность это естественная потребность, вот. И, что в таком случае людям делать, если партнера у них нет, а если как бы друг с другом нельзя, потому что они коллеги, потому что вот, как вы говорите, это развращает душу, то тогда а тогда происходит следующее, что потребность, блокируемая, начинает сублимироваться, и сублимироваться она, к сожалению, далеко не всегда конструктивным образом. Она может сублимироваться в злость, она может сублимироваться в агрессию, она может сублимироваться в конфликтность и так далее. Но самое главное, то есть люди не способны оказываться воспринимать друг друга такими, как и они, в силу именно того, что их субъективное восприятие окрашено потребностной сферой. То же самое происходит у вас. Вы понимаете воспринимать мужчину как бы таким, как он есть, именно в силу того, что вот может быть у вас есть такая потребность, или у него есть такая потребность, понимаете, такая штука. Вот. А вы здесь как-то вот романтизируете в данном случае интимные отношения. Понятно, что интимные отношения по любви лучше и доставляют больше наслаждения, счастья, удовольствия, но это жизнь, и в жизни не всегда бывает так, как в книгах или фильмах. Поэтому в данном случае ваши концепции вам только мешают. Это не означает, что вы должны вступать в интимные отношения с теми, с теми, с кем не хотите, нет. Это лишь означает то, что вам к этому нужно относиться как-то более, наверное, созвучно современному, так сказать, обществу, не идеализируя и не демонизируя это. Если уж говорить о том, что развращает душу, то я бы сказал, что душу развращают именно попытка в отношениях опираться на свои конфликты, на свои трудности, на свои проблемы. вы пишете, я всегда сомневаюсь в своих решениях и избегаю риска. Вот. Вот это развращает душу тогда вот. В смысле того, это человек перестает быть собой. На мой взгляд, развращение, когда я перестаю быть собой. Вот. То, что я мог бы вам сказать. каждый из мужчин отражает ваши потребности. Каждый из мужчин отражает то, что вы хотите. Мне кажется, вы не видите в этих людях их самих. И это нормально, потому что вас волнуют вот некоторые какие-то ваши противоречия. Вот. Вы пишете, как разобраться в себе и чего хочу в отношениях. это начать индивидуальную работу со специалистами. По поводу того, стоит ли действительно понять первому мужчине, пожить первому мужчине, чтобы понять, какие у меня чувства к нему, это, я думаю, вы решите сами по прошествии какого-то времени с начала индивидуальной работы. Но я знаю по опыту такую тенденцию, что люди, которые живут с родителями, оказываясь в отношениях, они начинают вести себя либо как те же родители, либо как дети, потому что другой модели поведения они не знают. Вот. Я не уверен, что вы, что вы выстраиваете отношения с мужчиной на равных. Я не уверен, что вы выстраиваете отношения с мужчинами из той позиции, в которой вам выгодно. Точнее, не выгодно, а в которой вам хорошо. Вот. Ну и то, что вы все время, по сути, испытываете тревожность по поводу своего какого-то будущего, да, и пытаетесь себя защитить, это очень серьезно осложняет процесс взаимоотношений. Потому что отношения строятся не головой, отношения строятся чувствами. Вот. Вы уже на данный момент превращаете это в работу. что еще хочется сказать. Бросайте в глаза то, что ваши родители разведены и то, что вы выбираете мужчин тоже разведенных. Вот. То есть тут вот есть такой момент. Возможно, вы стремитесь к какой-то зрелости у своего партнера. Но опять же для меня важнее, чтобы пытаетесь меня найти. Дальше. Вы пишите, я всегда сомневаюсь в своих решениях. Спросите себя, а из-за чего? Ну, в смысле, из-за чего вы сомневаетесь в своих решениях? Вот что от такого в ваших решениях, что вы в них сомневаетесь? сомневаетесь. А я вам скажу. Это требование от себя поступить правильно. Именно поступить правильно. Не в соответствии с тем, чего я хочу, а поступить правильно. Поэтому вам сложно разобраться в том, чего вы хотите. Потому что вы путаете то, чего я хочу и то, как я должна поступить. Это разные вещи, порой противоречивые. Вы говорите о том, что вам вот совестно, да, не хотите делать больно человеку и так далее. Вот знаете, знаете, почему-то подобные мысли возникают не у всех людей, а только у тех, кто как-то вот себя обесценивают. Я думаю, это не случайно. Я думаю, что подобные мысли, подобные взгляды связаны с компенсацией. Где-то вы чувствуете себя очень маленькой, незначимой, неважной, неуверенной, но где-то вы компенсируете это. Компенсируете за счет своей значимости. Вас не смущает тот факт, что ваш первый мужчина говорит, что не хочет быть один, хочет любить и быть любимым. Ведь здесь на самом деле отсутствует личностный аспект. Здесь больше отношения по типу такого. Я не могу без этого предмета я понимаю, что это не очень приятно звучит, но тем не менее. я не могу без этого предмета, мне нужен этот предмет, поэтому я хочу быть с ним. И дело не в мужчине. Дело в том, как вы себя воспринимаете, как вы к себе относитесь. Мужчина просто транслирует вам же свое отношение к себе. Если бы вы презентовали и представляли себя в отношениях иначе, то и отношение к вам было тоже другое. Вы пишете, что познакомились с мужчиной в интернете. Интересно, почему? Почему вы познакомились с мужчиной в интернете? Люди не знакомятся в интернете просто так. Знакомятся как правило те, кто общегался в реальных знакомствах или кто в общем и целом как-то опасается социализации у кого не очень хорошо с коммуникацией. Коль и так, то это тоже нужно корректировать. Вот. Такая вот история. То есть я думаю, что ваше отношение к себе вы транслируете мужчинами. То есть то, как я отношусь к себе. Да? Также я отношусь к человеку. У вас к себе довольно много требований. Такие же требования к людям. У вас на себя достаточно ограниченный взгляд. Также ограниченный вы воспринимаете мужчинами. Вы сами боитесь ошибиться. Ждете и боитесь, что ошибется ваш партнер. Вы себе не доверяете, вы не можете доверять партнеров. Вот. И себя не принимаете и соответственно не можете принять партнеров. Ну, мужчинам. Вот. Такая вот история. Еще важный момент. Вы пишите. В моей жизни появился второй мужчина. Он не появился. Вы позволили появиться. сам мужчина не появился. Не позволили вы ему не захотев вы, чтобы он был, его бы не было. Раз он появился, вы этого захотели. То есть, это ваша ответственность. Вот. Знаете, ответственность это не когда я отвечаю за кучу вещей и контролирую все-все. ответственность когда я чувствую и выражаю как я отношусь к тому или иному. Даже к дереву. Понимаете? Вот опять же вы говорите мне пришлось прекратить стретч. То есть, как будто бы вас вынудили. Но нет. Никто вас не вынуждал. Это ваш выбор. Только вы это игнорируете. Знаете? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.